Всем здарова! С вами Бутылкус. Сегодня в режиме макросъемки. Раздражает меня немножко, совсем чуть-чуть, чуть-чуть раздражает меня ситуация, что на ютубе, скажем так, в разделе русскоязычного DIY сегмента все говорят либо очень нудно и долго, либо с очень странным и непонятным, опять же для ру, нет аговором. Будем исправлять ситуацию. Для сегодняшнего новогоднего стрима я должен собрать макет своей квартиры. Я его, в общем-то, уже собрал и вот возникла проблема. Надо срочно было накопать мне диодов. Оказалось, что у меня их маловато для того, чтобы симулировать освещение во всех комнатах. И вспомнил я, что у меня давным-давно валяется фонарик Эра, который состоит из целой кучи вот таких вот 3-х вольтовых светодиодов. Соответственно, решил бомбануть. Тема сегодняшнего ролика, как определить полярность диода. На самом деле, правильный способ определения полярности диода с помощью мультиметра. Не выпендриваемся, используем вот этот режим, режим прозвонки диодов. То есть, вставляем и проверяем. Если засветился, то засветился и все мы сделали правильно. Но, так или иначе, не всегда у всех под рукой есть мультиметр. Давайте определять, скажем так, на глаз. Как понять вообще, где у нас плюс, где минус. Вот так вблизи выглядит светодиод самый обыкновенный. И можем видеть. У него есть большой контакт и маленький. На большом контакте лежит непосредственно кремниевый кристалл, который и испускает свет. Это минусовой контакт. Маленький, короткий, для вас он внизу. Это плюс. Вот, собственно, и все. Но можно проверить на всякий случай. Включаем мультиметр в режим прозвонки диодов. Берем щупы. К сожалению, крокодилов у меня нет. К большому контакту. Он у нас слева. Подключаем землю. И к плюсовому. Это который маленький. Подключаем. Плюс. И видим, что диод загорается. То есть, вот красный щуп плюсовой. Все, диод загорается. Полярность определена корректно. Еще раз, на всякий случай. Минусовой контакт. Это большой широкий контакт, на котором лежит кремниевый кристалл. На этом, собственно, все. Не пропустите новогодний стрим. Будет весело.